...мужечная ткань организма, и это, давайте, семинар пройдет 23-24 декабря. Наши спикеры сегодня Ольга Вадия, координатор проекта в Кайперском отделении Украинской ассоциации специалистов по преодолению психоотравмирующих событий. Роман Горгавицкий, основатель некоммерческой организации «Wanted to Failure in Ukraine», Александр Купоминцев, участник АТО, участник боевых действий, старший лейтенант и Александр Гоа, также участник АТО, участник боевых действий, младший сержант. Здравствуйте. И, пожалуйста, передаю вам слово. Спасибо. Ну, я, наверное, начну просто с того, что напомню, что наша организация работает с категориями пострадавшими в АТО с 2014 года, с мая 2014 года, а с марта 2015 года, с момента, когда произошла первая волна демобилизации, как бы в круг деятельности нашей организации были включены возвращающиеся военнослужащие, а также члены их семей. Почему возникла необходимость в их социально-психологической поддержке? Потому что пребывание в зоне боевых действий, тем более в зоне активных боевых действий, участие в контактных боях или нахождение под обстрелами, в любом случае, это ситуация, которая вызывает стресс. Этот стресс сопровождает военнослужащих на протяжении длительного времени, то есть всего того, которое они там находятся. И, соответственно, боевой стресс, он может накапливаться. Не сразу хочется сказать о том, что вот те страшные буковки ПТСР, которым многие сейчас пугают общество, в том числе и какая-то степень ответственности на СМИ в этом вопросе лежит. На самом деле это действительно медицинский диагноз, и далеко, ну не то, что далеко, я считаю, не такой значительный процент возвращающихся наших военнослужащих могут такой диагноз, в общем-то, иметь. И он ставится после определенного времени, после определенных наблюдений и так далее. Но я скажу из нашей работы с военнослужащими, что все-таки определенный стресс, который может стать хроническим, и его последствия, они наблюдаются. И поэтому работать нужно вот с этими, так скажем, ситуациями или проблемами, как правильно их назвать. Но это абсолютно не психологическая или психиатрическая патология, да, это те, так скажем, накопленная боевая усталость. И мы в нашей организации, это хоть и общественная организация, но профессиональная общественная организация, все время находимся в активном поиске разных метод, методик, которые помогут справиться с теми возникающими симптомами. Причем, как правило, они приходят к демобилизованным военнослужащим даже не в первый месяц, иногда это проходит какое-то время, организм начинает восстанавливаться и проявляется какая-то симптоматика. И больше всего хотелось найти методы, которые не заставляют возвращаться в неприятные для человека воспоминания, в тяжелые переживания. И, в общем-то, самым таким, наверное, эффективным оказывается, собственно говоря, наше тело. Потому что последствия стресса, они остаются в организме в виде некой биохимии, которая включается в момент стресса и остается в мышечных тканях. И вот активисты нашей организации, руководитель нашей организации на уровне Харькова познакомилась с чудесным Романом Тарговицким, который расскажет подробнее о своей методике. Но в любом случае этот метод основан на работе с телесными ощущениями. И мы считаем, что он очень эффективен. А вот насколько нас поддерживают ребята, непосредственно, которые к нему прикоснулись, они тоже расскажут сами. Мы рады этому сотрудничеству с Романом. У нас в Харькове это уже второе мероприятие совместное. И в этих мероприятиях обязательно участвуют военнослужащие. Что является еще таким плюсом, ну или радостью для нас в какой-то степени, что вот в этот раз у нас, возможно, завтра-послезавтра участие примут не только военнослужащие, но уже они и будут со своими вторыми половинками. Потому что все-таки война – это тот опыт, который остается с человеком навсегда. И несмотря на то, что наши мужчины были на войне, и женщины, которые здесь были без них, они тоже проходили какой-то свой путь. И это путь тоже изменений. И, в общем-то, нахождение совместного языка, взаимопонимание, улучшение взаимоотношений – это тоже тот косвенный эффект, который мы по-своему преследуем. Спасибо. Спасибо. Во-первых, спасибо Ольге и Наталье за организацию. Как Ольга упомянула, это уже второй тренинг. Первый был тренинг пару месяцев назад в рамках Wounded Warrior Ukraine. Это был тренинг первого уровня. И в нашей программе есть несколько уровней, и фактически они подразделяются на две большие части. Первая часть – это работа с ресурсами и психофизиологическая стабилизация. Вторая часть – это работа с ядром травмы. И сомосистом, который мы применяем в Америке, завтра будет фактически первый семинар в Украине по этой системе, мы её используем как часть подхода для увеличения ресурсности и для психофизиологической стабилизации, для улучшения сна, для работы фактически не с посттравматическим стрессовым расстройством, а с различными посттравматическими стрессовыми синдромами. То есть это проблемы со сном, раздражительность, реактивность эмоциональная и так далее. Наверное, пару слов о методике. Как Ольга говорила, это всё основано на работе с телом, и для того, чтобы немножко объяснить, что это такое, самый лёгкий пример, когда у человека что-то болит, допустим, у него он повредил плечо, и у него стресс, и может быть у него и семейный стресс, и военный стресс. И вот к нему приходит как бы психолог и говорит, давай поговорим о проблемах психологических, которые безусловно присутствуют. Но вот когда в теле есть серьёзные проблемы, то очень сложно перейти на более тонкий уровень просто обсуждения психологических проблем. Поэтому когда снимается такая физическая, просто физическая боль первый уровень, то мы все знаем, мы все чувствуем, что когда боль уходит, то нам становится легче. У нас улучшается сон, у нас появляется способность расслабиться, высвободиться. Мы совершенно по-другому начинаем общаться с другими людьми. Это намного обычно более конструктивная, меньше эмоциональной реактивности. Это то, что мы в принципе все знаем, нам это глубоко знакомо. А немножко более тонкий уровень – это, так сказать, миофициальные мышечные зажимы, которые более-менее нам тоже знакомы. Например, у большинства людей присутствуют зажимы в области плечей, спины. И вот эти зажимы мы используем для того, чтобы тренировать свою психику на то, чтобы зажимать их, на то, чтобы их не обращать. То есть у нас что-то, нам некомфортно в теле, мы это задавливаем и зажимаем. И это нам позволяет делать нашу работу. Например, это нам позволяет быть журналистами, это нам позволяет сидеть перед компьютерами по 8, 10, 15 часов. Это нам позволяет на войне выживать. Это очень полезное умение. Но когда это длится очень долго, то это приводит уже к более таким проблемным ситуациям. И мы фактически в процессе, большинство людей в процессе своего жизнедеятельности, мы учимся задавливать наш дискомфорт. Что это означает? Это тоже означает, что мы учимся задавливать телесные ощущения. А именно телесные ощущения позволяют нам саморегулироваться. Под саморегулированием я имею в виду, что когда человеку становится не очень хорошо, то он это, первое, понимает, второе, начинает делать что-то, чтобы улучшить. Точно так же, как в отношении между людьми, если начинаются какие-то проблемные ситуации, нужно сначала понять, потом уже начать что-то делать для улучшения. Поэтому то, что мы делаем, мы через техники фактически самой мануальной терапии мы восстанавливаем, помогаем людям восстановить возможность услышать свое тело, услышать сигналы дискомфорта. В процессе много дискомфорта из тела выходит, из-за этого просто наступает такое психоэмоциональное облегчение, после чего мы обучаем методам саморегуляции, которые все основаны на телесных практиках. То есть, например, когда человек входит, скажем, в грустное состояние или в депрессивное или полудепрессивное состояние, мы это обычно воспринимаем, как нам мы чувствуем себя нехорошо или плохо. То есть мы сразу же навешиваем какой-то ярлык без того, или начинаем логически, когнитивно разбираться, почему мы чувствуем себя, допустим, плохо или депрессивно. На самом деле можно этот кусок разбить на две части. Первое – это чисто то, как мы себя ощущаем грустно, депрессивно и так далее. Второе – это конкретные телесные ощущения. И когда человек доходит до уровня, когда он может конкретно ощутить и сфокусироваться на телесных ощущениях, а не на проговаривание, что мне грустно, потому что моя мама, например, в детстве мне сказала то, то и то, если мы работаем здесь и сейчас, и работаем с телесными ощущениями, то через проработку этих телесных ощущений, с помощью, через мануальные методы, через просто запускание внимания в эти области, можно эти телесные ощущения изменить. Когда изменяются телесные ощущения, то изменяется уже сразу же и внутреннее состояние. То есть проходят вот эти вот депрессивные, грустные, реактивные состояния. И это просто был один из методов саморегуляции, которые базируются на работе с телом. Вот. Ну, кратко примерно так. Я надеюсь, ребята поделятся просто своим опытом. Александр, пожалуйста, поделитесь своим опытом, вот участия. У меня это уже, получается, третья встреча, третий тренинг. Несколько дней назад мы приехали в стопарк. Был очень интенсивный тренинг. Очень понравилась. Разнообразная программа. И спасибо Роману. Много я взял. Ну, чтобы сказать на примере. На шестой день получилось так, что я очень устал. И мое тело сказало, все, все, уже невыносимо. Нужно побыть одному. Я пошел погулял. Вот. Это было... Тренинг проходил с 7.40 до 10 часов вечера. Вот. Ну, уставали. И вот на шестой день... Вот. Я встретился с Романом и говорю, что вот, Рома, не был на твоей зарядке, на разминке. Так и так. Рома сказал, да, ты поступил правильно. Единственное, что в следующий раз посмотри, спроси у своего тела, где дискомфорт, и помассируй его. Что, собственно, я сделал в следующий раз намного лучше. Вот. И все эти упражнения, все инструменты, которые даются на тренинге, они совершенно такие простые. то есть от простого к сложному, помогают как-то центрироваться. Вот. То, чтобы... Все это помогает жизни просто быть самым собой, в конечном итоге, почувствовать свое тело, свое настроение, свое... Ну, будь более счастливым, чем обычно. Ну, вот так вот там уже нам направлено. Что вас беспокоило, а что дышилось в связи с этим? Все, что беспокоит, оно находится все равно в теле. Эмоция, она торчит, где-то вот локализуется. И на этом тренинге Роман и другие тренера дают упражнения, которые позволяют почувствовать, где дискомфорт, и потом, что с ним делать. То есть, когда депрессия, когда плохое настроение, когда не получается... То есть, есть стандартные способы, там, напиться, там, встретиться с другом, там, еще что-то. Но в обыденной жизни нужно сделать что-то быстро. И в таком случае, вот эти саморегуляции, она как раз и дает тот инструмент, чтобы быстро привести себя в порядок, чтобы был тонус... Вот где-то так. Вот. И второй момент очень ценно, что структура, она горизонтальная. То есть, равный для равного. Здесь нет психотерапевта, который говорит, как делать, что делать, как тебя отремонтировать. Нас учат, чтобы мы помогали сами себе, то есть, были сами тренеры, как бы помогали таким же бойцам, как мы. В этом очень самая большая ценность вот такого формата, потому что опыт показал, многие бойцы не воспринимают психологов, психиатров, то есть, вообще не подпускают к себе. Вот. Тут ребята не дадут соврать. Один из психологов на предыдущем тренинге сказал, что самый лучший комплимент это, когда один из бойцов сказал, а психологи тоже люди. Ничего себе. Вот. Потому что, говорит, был у меня один друг, вот, он просто пил, а повстречался с психологом, поговорил и начал пить за поями. Вот. Был у меня другой друг, перешел на тяжелые наркотики, а потом выбросился из окна после общения с другим психологом. Правда, это были военные психологи. Это как бы... Вот. А тут, оказывается, ничего себе, нормальные люди, с ними можно общаться, можно обучаться. Вот. Александр, спасибо. Расскажите, вот вообще, расстоянок дня, как он выглядит во время тренинга? Во время тренинга тут это все... Я просто был на одном пока, вот, тот, который будет проходить, надеюсь, буду участвовать уже и не сам, а со своей половиной. Очень хотелось бы, во всяком случае, ну, просто получается, может быть, какие-то нюансы с работой, но будем их решать. Как это проходит? Это какая-то смесь между тем, когда, ну, можно поговорить с присутствующими, причем, тут могу поддержать то, что было сказано, когда, это просто равное. Ты вот находишься в атмосфере, в какой-то вот среде, когда ты через, и через вот эти упражнения, в том числе, которые, они чередуются с вот этими разговорами, понимаешь, что на самом деле все равно, и все в какой-то степени настроены на то, чтобы решить какую-то свою проблему, не чью-то чужую, а именно свою. То есть, где-то понять то, что беспокоит внутренне, и, наверное, вот в том числе, и через вот такие вот упражнения самого разного вида, в какой-то степени, получается, выходишь на вот этот уровень доверия, какое-то отвлечение, и через это приходит понимание того, что беспокоит. То есть, каким-то образом становится легче разобраться в каких-то внутренних напряжениях. Они на самом деле существуют, и не всегда так, как там. Ну, сейчас дается акцент на то, что мы, например, были на войне, а в обычной жизни их тоже очень много, и, собственно говоря, наблюдая за близкими, которые были здесь, у них там, я не думаю, что было легче им здесь, чем нам там. Наверное, им было даже тяжелее, и с этими проблемами тоже им нужно как-то справляться. И вот тогда, когда вот такой тренинг позволяет разобраться в себе, то уже какие-то вещи можно проводить и со своими близкими. То есть, какие-то наработки, какие-то вещи можно перенести и туда. Это изменилось ваше состояние до? Ну, в определенной степени да, потому что, ну, над этим еще все равно нужно работать, но пришло какое-то понимание, к чему нужно стремиться. Каким образом можно, ну, обойти какие-то острые углы, которые, наверное, раньше, ну, как-то совершенно по-другому на это бы реагировали. Просто тоже добавлю вот про то, что есть большое недоверие, на самом деле, большое недоверие у вернувшихся к психологам, а проблемы у них существуют очень большие, потому что тоже буквально недавно был, ну, на том курсе реабилитации, так называемой, куда, собственно говоря, стремятся всех отправить. к сожалению, очень часто происходит очень формальный подход к этому, ко всему, то есть, вот мы вас научим там аутотренингом, мы там еще чего-нибудь, на это происходит, там несколько занятий, которые разбиты там по времени на достаточно долго, люди практически все время меняются, не все могут пройти вот этот курс, ну, в силу того, что пребывание в том же санатории, например, оно каким-то образом ограничено, кто-то раньше приехал, кто-то позже, пока сформировалась группа, и, ну, там, находясь, просто мог сравнить вот то, как мы проходили здесь, тренинг, вот тот первый, который был, и как, как там вот начиналась эта группа, когда, ну, на нашем тренинге буквально там, ну, первые несколько часов, и уже, ну, вот то, что называется там, какой-то накал вот в помещении, он как-то уже спал, а здесь этот накал не ушел и в течение там следующих занятий, причем, ну, вот, честно говоря, туда не хотелось идти, вот, в ту группу, просто как-то вот, потому что, ну, то ли чувствовалось огромное количество проблем у присутствующих, то ли это был не тот психолог, которому хотелось идти, с кем можно было там, вот, как-то вот, наверное, расслабиться, вот, окончательно, для того, чтобы что-то решить. Спасибо. Вопрос, извините, хотелось бы все-таки немножко конкретнее, вы сказали сразу о том, что существуют проблемы, сложные, и много, хотя бы, назовите основные проблемы, которые беспокоят людей, которые там, возвращаются оттуда. Ну, тут сложно. Ну, ребят, может, мы все вдвоем ответим? Да, ну, когда человек возвращается с войны, этот переход, он достаточно резкий, вот, как на примере, это было заметно, даже когда возвращались, там, на 10 дней в отпуск, вот, сразу же порвалили мы со сном, то есть приезжаешь домой, там, кошмары, просыпаешься, там, прячешься, ну, то есть, это, приезжаешь в часть, сразу же хороший сон, все нормально, как бы, такой вот, вот, уже первые звонки были еще задолго, до дембеля, вот, и тут, ну, получается, что третья волна, те люди, которые до нас, вот, через месяц начали проситься обратно, вот, тоже звоночек такой, что не все так просто, вот, то есть проблем несколько, во-первых, трудоустройство, не у всех с этим хорошо, во-вторых, жизнь там, и жизнь, ну, мирная жизнь и военная, совершенно разная, степень свободы, там, распорядок дня, количество, ну, то есть, там люди, просто окружение совершенно разное, вот, многие хотят обратно, потому что, грубо говоря, ну, как, концентрация, там проще получается, да, да, в каких-то моментах, если, если в обычной жизни есть какие-то оттенки, там фактически все сводится только к другим цветам, неважно каким, привычные, белые, черные, то есть, ты или это делаешь, или это не делаешь, в силу определенных обстоятельств, и вот это накладывает достаточно такой большой отпечаток на все остальное, когда уже возвращаешься, когда, ну, даже любой какой-то раздражитель, который там, раньше на это можно было не обращать внимания, то он может завести, вот то, что называется, вот. Я дополню. На что это похоже? Черное-белое цвет, там мир более целостный получается, если его, конституционно в бою, либо выжил, либо нет, все очень просто, нельзя там как-то себя обмануть, вот, выжил хорошо, там, справился с задачей, хорошо, нет, как бы, а здесь, получается, он как в дребезге, то есть, его нужно собирать собственными силами, там он цель, цельный, вот, концентрация интересных, мотивированных друзей, которые вместе, вот, этого тоже не хватает, поэтому, перепопадая в мирную жизнь, ты лишаешься близких людей, друзей, здесь совершенно окружение по-другому, многих раздражает, что ты возвращаешься, а здесь для людей, которые тебя окружают, войны вообще не было, то есть, вообще не было, то есть, это многих сильно, для многих это сильный стресс. Спасибо, а скажите, можно я, да, дополню, как бы, понимать, война, и события на войне, это угроза жизни, все, это уже стресс, и, соответственно, правильно говорит Александр, что задача, в общем-то, достаточно упрощается, выжить и справиться с теми задачами, боевыми, которые ставят, и это, если говорить о том, что человек в это время переживает угрозу жизни, то это определенная биохимия в организме, выжить, да, вот, соответственно, понимаете, это не одноразовое воздействие угрозы для жизни, если человек находится в зоне, то три месяца, шесть месяцев, девять, а у нас и год, и чуть-чуть больше даже, да, ребята были, то, соответственно, как бы стресс на стресс, стресс на стресс, и вот физиологические последствия метаболизма, который выработался в организме, чтобы выжить, он накапливается в мышечных тканях, и из-за этого в результате плохой сон, да, потеря аппетита, какие-то вот реактивные реакции, повышенная возбудимость, и когда со всем вот таким набором полученного опыта и плюс с таким состоянием организма человек возвращается сюда, где уже речь не идет о прямом выживании, где нет прямой угрозы, где включается масса социальных связей, каких-то оттенков, ситуаций, в которых может быть очень много мнений, вот нужно выходить, да, вот из этой такой картины и пытаться решать, психика должна стать гибкой, она в какой-то момент пока не может перестроиться, не может быстро перестроиться, потому что я вынужден был долгое время решать две задачи, выжить и решать боевую задачу, да. Скажите, а по какому принципу формируется на уроку все ли родцы, которые хотят поучаствовать в семинарии? Ну, я думаю, что в словах Саши была подсказка, да, на самом деле, что на самом, ну, как бы не, так скажем, отношение к психологам есть достаточно предвзятое, это факт, недоверие определенное, вот, и поэтому мы принимаем, и мы говорим, что для участников боевых действий, участников, а то членов семьи, это мероприятие абсолютно безоплатное, вот, но приходят, наверное, наиболее осознанные на сегодня, наиболее требующие, понимающие, что им помощь нужна, и мы очень надеемся, что вот будут в результате участия в этом тренинге и появляться те агенты влияния, которые вот на своем языке смогут своим побратимым передать. Ребята, это работает. Давайте, секундочку, можно я прокомментирую, как мы выбираем бойцов? Значит, на первый уровень тренинга, это двухдневные тренинги, и на них приглашаются все бойцы, волонтеры, которые работали или работают в зоне АТО, и люди, прошедшие плен. И в течение этих двух дней мы даем совершенно базовое представление о методах работы, и это нам тоже позволяет возможность поработать с людьми и понять, кто готов идти на следующий уровень. И, соответственно, человек тоже сам делает для себя выбор, готов ли он идти на следующий уровень. Вся программа бесплатная. А после этого, после второго уровня, мы начинаем давать программу упражнений, которые люди должны выполнять. И, соответственно, ребятам это дает возможность практиковать, потому что это тот инструментарий, который невозможно просто один раз выучить и что-то уже в голове или в теле поменялось, его нужно постоянно практиковать. Поэтому ребятам это дает возможность создать свою собственную постоянную практику. Нам это дает возможность отслеживать наиболее мотивированных людей, те, которые по максимуму включаются. Поэтому на следующий уровень опять идет как бы отбор, согласно этим характеристикам, потому что третья стадия – это уже идет работа с ядром травмы. И для того, чтобы эффективно проработать ядро травмы, у человека должно быть уже достаточное количество внутренних ресурсов. То есть человек не может быть истощен, и проработка травмы в этом случае просто опасна. Вы говорили, что это уже второе мероприятие, правильно? Уже было. Да, в Харькове было мероприятие. Соответственно, отклик предыдущих участников есть, они с вами будут сейчас продолжать? Да, вот Александр, ну и оба Александра были на первом тренинге, и вот Александр сейчас недавно закончил второй уровень тренинга, который в Карпатах проходил. А, вы просто объясните, как вы находитесь? Вы через балансировку ходите? Нет, это находится через несколькими способами. То есть мы работаем по всей Украине с локальными организациями, вот с Харьковской организацией, и многие люди приходят через контакты вот Ольги и Натальи, через те контакты с бойцами, которые они сформировали. Или же второй вариант – люди узнают о проекте, через средства массовой информации, через нашу страничку и как бы заполняют анкеты на участие в этом тренинге. Много участников было в предыдущий раз, когда планируется в этот раз? Уже понятно? Ну вот в Харькове в прошлый раз, пару месяцев назад у нас было три тренинга, и в общем сложности где-то наверное было 50-60 человек, которые прошло. В общем сложности мы как бы начали функционировать в феврале этого года. Мы выпустили 19 человек, то есть 19 человек прошли через все четыре стадии тренинга. И начиная с августа мы начали вот пирамидальную структуру, где мы даем большое количество двухдневных тренингов, потом идет отбор на второй уровень и так далее. И вот сейчас где-то первый уровень тренинга прошли где-то наверное около 200 человек. По всей Украине. По всей Украине. Вот. И сейчас вот мы только что закончили второй уровень тренинга, там было 19 человек. То есть идея, в чем собственно цель? Цель, цели две глобальные. Первое это предоставить инструмент ребятам, прошедшим через шоковую травму, как прорабатывать свои посттравматические синдромы. И тут ключевое слово это дать инструмент. Мы никому как бы не помогаем. Мы как бы эти инструменты точно так же практикуем, как и ребята. Мы просто делимся знаниями и инструментариями. И это уже зависит от ребят, готовы ли они, хотят ли они включать это в свою практику. После того, как самые мотивированные на самом деле проходят через все стадии тренинга, после этого даются дополнительные тренинги уже как работать с побративами, с другими бойцами, которые прошли через тот же опыт. И тут очень важен факт через тот же опыт. То есть не дай бог, если человек прошел через ампутацию, то он будет работать с ребятами, которые прошли через ампутацию. Потому что это тот опыт, который только приходит, когда человек проходит через это. Пленный, человек, который прошел через плен, работает с человеком, который работал через плен. Ребята, которые были на передовой, они работают на передовой, потому что у них совершенно другой опыт от тех ребят, которые были в АТО, но не были на передовой. Это совершенно разное. Поэтому идея, вторая цель — это создать в Украине сеть ребят, которые прошли через вот такие сложные шоковые травматические события, дать им инструмент, которым они могли делиться с другими людьми, которые прошли через что-то похожее. И что самое главное, мы используем вот этот шоковый опыт не как в традиционной психологии или психиатрии, где это рассматривается как заболевание. Мы это рассматриваем как очень значимое событие в жизни человека, в котором есть так называемые пиковые моменты. И эти пиковые моменты можно вытаскивать, и с помощью этих пиковых моментов человек, если дать человеку достаточно нужный инструментарий, человек может взять этот пиковый момент и стать как личность намного сильнее. Потому что люди, с которыми мы работаем, они уже как бы очень сильные. Особенно как бы те, которые пошли в АТО по зову души и совести — это люди, которые превышают, например, мой опыт осознанности и работы шоковой ситуации на уровень. Поэтому то, что мы даем, это мы даем просто методику, инструментарий, как ребята могут стать еще более целенаправленнее и сильнее уже в мирной жизни. — А вообще несколько слов о самой методике, пожалуйста. Как она, в чем она основана? — Ну тут есть как бы несколько методик. Основная методика — это бодинамика, то, что мы практикуем в Wounded War Ukraine. она пришла из Дании, и в Дании была первый раз проработана модель, где именно брались ветераны, им давался инструмент, и уже ветераны равны-равны, то есть ветеран работал с ветераном. Не как психолог ни в коем случае, а именно как человек, который прошел похожий опыт. Поэтому бодинамика составляет такую вот базу того, что мы делаем. Это метод телесно-ориентированной психотерапии, который фактически практикуется не как психотерапия, а под неким другим углом. Второе — это вот Somosystem. Это то, что я развил в Америке как энное количество лет назад. И в Америке это в основном находит применение в… я преподаю физиотерапевтам, тренерам, собственно, людям, у которых или телесные проблемы, или проблемы со сном. Вот. И эти две методики плюс специальный методик, который тоже идет больше из стилей боевых искусств — это проработка тела через движение. Вот фактически вот эти три метода, они составляют сейчас ядро Wounded Warrior Crane. Трейн, который завтра будет, он более-менее будет сфокусирован на проработке тела через самыммунальную терапию и через движение. Спасибо. У меня еще по-моему вопрос. Ребята говорили о том, что… ну и вы все говорили о том, что будет со второй половиной работа, да, в участии в семинаре. Мы понимаем все, так иначе, что как бы все общество где-то больше, меньше, даже те, кто не были на передовой, те, кто не были здесь и поражены информационной войной. То есть общество в состоянии стресса, и вот ваше рейтение того, как, в принципе, когда это закончится, а к счастью, это все равно закончится, но с сообществом нужно будет работать. Как вы видите выход из этой ситуации? Да, это очень большой вопрос. В принципе, война — это социальное явление. Конечно, на самом деле я считаю, что на Украине сегодня не затронутых войной нет. В той или иной степени мы все уже находимся под ее влиянием. Разная степень, разные факторы. Вообще, если говорить об обществе, наверное, в целом, о большом количестве людей, об обществе, это все-таки первые какие-то моменты самопомощи, вот такие методы, которые позволяют. То есть каждый человек должен понять, что за свое состояние психологическое, за свое сознание он ответственен в первую очередь сам, и освоение каких-то активных техник, методов самопомощи себе, дыхания, телесные практики. Это все позволяет вернуть, да, вот эту здравость, восстановить как бы свое психологическое состояние. Но если говорить о социальном аспекте этого явления, то в какой-то степени можно было бы еще сказать о том, что обществу нужно говорить о войне. Вот, не знаю, с модерацией психологов, фасилитаторов или медиаторов, но это тоже такой исцеляющий большой процесс, когда общество, те, кто были на войне, те, кто пострадали, члены семей, просто члены общины, куда возвращаются военнослужащие, говорит о том, что такое война, как это происходило, что там было, что поняли, что с этим опытом делать. Вот в этих обсуждениях будет, наверное, и происходить исцеление и рождаться фокус на будущее, как этот опыт применить, потому что война меняет. Уже так, как было, не будет это точно. И вот это понимание, как же дальше, вот, наверное, таким путем. Спасибо, пожалуйста, представьте. Ну, это, наверное, Роману, да, лучше сделать. Это тоже, да, коллега военнослужащая. Наталка, боевой волонтер и только что закончила второй уровень тренинг. Я надеюсь, ты поделишься. Да, пожалуйста, расскажите о вашем опыте. Наталья, я вас так. Потребно призвуще? Да, что можно сказать. Наталка Дрозд. Я повернулася з війни і зрозуміла, що я не можу повернутися. Війна проїхала зі мною. Я не можу емоційно сприймати свою сімью. Я не можу емоційно сприймати людей, які вважають себе мирним населенням, а не тилом. Я зрозуміла, що в мене йде агресія, що в мене йде якась зневага до цих людей. Хоча я займалася на фронті тим, що я з хлопцами розбирала якусь ситуацію. Це було чисто аматорство, чисто на інтуїції. Але ми проговорювали, ми, не знаю, якось відчували один одного. Тобто це була не просто волонтерська допомога, що там привезти, вигрузити і поїхати. Я відчувала, що їм потрібні дотики, їм потрібні погляди, їм потрібні розмови. Так я залишилась на фронті і дуже складно було повертатися. Мене багато хто не розумів. І я себе загубила. Я себе загубила, я не могла себе віднайти. І зрозуміла, що якщо я хлопцям змогла якось допомагати, то гріх не допомогти собі. В мене, коли я своїм друзям розказала, що я сиджу напроти себе свого уявного психолога, психіатра і психотерапевта, то мене також мало хто розумів. І в мене позивний на фронті «Сонечко». Я зрозуміла, що мої сонячні батарейки сідають. І все, я зникаю. Я хотіла піти до психологів, але моя проблема в тому, що я вважаю себе дуже розумною, розумнішу за всіх психологів світу. Я зрозуміла, що вони мені не допоможуть, бо я буду їх тролити, я буду їх тестувати сама. І ось якось одна моя подруга розказала про такий проєкт, коли бійці допомагають бійцям. Чесно кажучи, мене не хотіли брати, тому що я волонтера, а це було для бійців. Я все-таки була дуже наполегливою, бо я чомусь так вирішила, що для мене це останній єдиний шанс. Я прийшла на цей проєкт, і коли в перший день спитали в нас у всіх, яка мета, чого, прийшли, за чим, то я сказала дуже пафосну таку фразу, що я хочу допомогти собі, допомагати іншим. На другий день цього ж першого рівня тренінгу я сказала, що сьогодні я більш відверта з собою. І я чекала, що мені дадуть чарівну таблетку, якусь фразу, і я вийду звідси з ціленою, здоровою, і все буде окей. Насправді я зрозуміла, що крім мене мені ніхто не допоможе, але є люди, які готові бути поруч, є люди, які готові дати інструмент. Скажу чесно, що після першого рівня я себе відчувала людину, яка лежить на операційному столі, який дали дуже класні, провезені за кордону, круті інструменти, і сказали, сонечко, оперуй себе сама. Але плюс в тому, що був контакт з тренерами, і коли я відчувала, що мені не вистачає цього якогось заземлення, якоїсь підтримки, я могла написати, я могла позвонити, і я вже не почувала себе самотньою. Коли я проїхала на другий рівень, я скажу, знову таки, мені було дуже страшно їхати туди, і знову там незнайоме коло людей, але виявилося, що всі настільки рідні. І я пам'ятаю, коли ми переписувалися з Романом, я дуже просилася на це другий рівень, і він мені сказав, ну, поговори про це з Олегом нашим тренером і з Володимиром, організатором. Я сказала, що я з ним не просто поговорила, я хуже забембила просто. І коли мені прислали анкету, ну, це був, мабуть, отакий пік щастя. Я не скажу, що я побачила для себе якісь нові речі. Як сказав один наш хлопчик на тренінгу, що це як кімната, ти кожен день її бачиш, але в тебе там верхнє освітлення. І тут раптом ти запалюєш свічки, і вона виглядає абсолютно по-новому. Ось так само в мене було. Наші, це очевидні речі. Я сама і говорила там безліч разів хлопцям. Але тут я якось їх інакше почула. І плюс відбулося те, що я не вірила багато років. Я зрозуміла, що весь цей час я недооцінювала своє тіло. Ось. І коли в тебе внутрішній світ, якось зовнішня оболонка отримає те, що в тебе всередині, то виявляється, можна робити багато хороших речей і бути з собою в гармонії. Це, мабуть, найголовніше. Можна я допомогу? Десь два момента, які мені хотілося було. Я спросив себе, на що це похоже. Чоловік просто прийшов з войною, і потім прийшов чоловік, який пройшов тренинг, і просто воєнний чоловік, який пітається вписатися в таку життя миру. Ну, це примерно, як я собираюсь в поход, беру там палатку, компас, спальник, там ще що-то, ну, то, щоб нормально себе почувствувати в лесу. А хто-то просто одеває там тапки-шлєпанцы і йде в поход. Ось таке впевнення, як будто ми йдем в поход абсолютно не екіпирований, а нужно йти, і потім мерзнеш, дождь і все таке. Нам дають такі штучки, які можна практиковати і легче. То є екіпировка, ми просто вже вооружені теми самими простими упражненнями, які, домашні задання, які хочеться робити, вони вооружають. По житті ми вже не такі беззащитні. Це перше. І, мені кажеться, дуже важливо, коли був вопрос про то, як люди попадають на тренинг, якій-то системний, такої всеохватываючої роботи, немає її. Нескільки десятков людей дообучено, і все хорошо, це все розширяється. Человек приходить з війни. Где-то половина только людей доходить до общественних організаций, щоб як-то оформитися, і як-то там друг с другом встретитися. Із них, частиць із них, самі активні, знают через те или другие средства, через своїх друзей, через ще как-то, о тренингах, т.е. частиць із них. І частиць із них, багато тому, що предрасположеність, ну, к... бояться психологів, бояться слово... Роман сказав слово «диагноз», многих бойців від цього слова аж, ну, може передернуть. Тобто, ну, як? Бояться всього медицинського, психіатричного, психологічного. Тобто, я предлагав нескольким, т.е. інформував. Ну, частиць відказалась даже просто поговорити на цю тему. Ну, два моїх друга, я просто сказала на довері, що так, ми йдем, і потім поймете, насколько це просто... Люди... Мене не треба мотивувати, у мене друзі, які працюють по динаміці, ну, з цими інструментами, я знаю, що це здорово, це ефективно. І потім... Тобто, ребята прийшли чисто на довері до мене, що я там плохого не посоветую. А кого-то просто немає такого друга, щоб там рекомендував хтось, немає інформації. Дуже прикро, що у нас держава не зацікавлена в цьому. Просто я якраз хотів спросити, що будуть, що це задача государства, людей, які приходять з фронту, зразу же в хорошій мисі брати руки. Розумієте, їх не треба, на мою думку, їх не треба навіть брати в руки. Бійця, який повернувся з фронту, вони ж не повертаються по одному, вони повертаються хвилями. І його не можна, мене не можна було випускати в суспільство, розумієте? Нас потрібно було, я не знаю, в якійсь санаторії, профілекторії, де мало бути психологічне обстеження і так само терапевтичне обстеження. Тому що у нас дуже багато хлопців починають через 3-4 місяці, у кого підшлункова, у кого грижі. Вони йдуть в госпіталь, а їм говорять, а ти вже не наш. І виходить, що цей боець нікому не потрібен. А його потрібно поступово випускати в суспільство і тільки потім випускати в сім'ю. Повірте, що це настільки величезна проблема, бійці, які повертаються з фронту, це міна сповільненої дії. І якщо ми зараз не будемо щось з цим робити, то у нас з бійцями буде те, що ми не довледіли з Донбасом, який ми теж проігнорували і недооцінили. Тому я розумію, що наші можновладці їздять на класних машинах, які там не прострілюються, але завжди можна чимось прострелити. І вони думають, що вони безсмертні, а коли це набуде такого якогось масовості, то я думаю, що інколи броньовані машини просто від цього не захистять. Зрозуміло так. На жаль, поки та допомога, яка не є, а інші не має. Я полностью Наталью підтримую, тому що, наприклад, наша організація відходила з ініціативи на Миноборону робити психологічну, як тільки, ще там в части, але це все таки, як якісь спеціальні території там должны бути відведені, щоб було комфортно всем, і тем, хто вернувся, і тем, хто з ними працює, це все одно якийсь ресурс. Ми спробували зробити це як пилотний проєкт, хоча б на базі 92-й, але, к сожалению, у нас не одному спеціальній програмі немає. Та, немає. Тому працюємо через общественні ініціативи, так, як це на сьогодні удається. Счастье, що є ініціативні волонтери, організації, що є такі люди, як Роман, що є такі воєннаслужащі, які слухають, ідуть, і, можливо, передадуть, і сагитирують інших на включення в таку самоработу. Дякую. Дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що ви розказали свої історії. Удачі вам всі. Дякую. Дякую за вас. Компортивна музика. Дякую.